Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Две недели лето позади, и так хочется, чтобы лето не кончалось, и всегда было тепло и светило яркое солнце, чем сегодня нас порадуют синоптики. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах Сильный, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11, температура ночью 11,16, в горах до плюс 10, а днем 19,24, выше нуля и местами 12,17. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура ночью 14,16, а днем 22,24 градусов тепла. По 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун» 2,96, 58, категория «Нарпрос». Мы молоды и в 100 лет. Под таким многообещающим названием состоялся конкурс среди медицинских учреждений республики на базе Карачаево-Черкесского медицинского колледжа. Как проходили соревнования и кто одержал победу, расскажет Альбина Курачинова-Кенжева. Минздрав республики организовал конкурс к столетию образования Карачаева-Черкесии. Медицинские организации представили визитную карточку с обязательным участием главного врача и старшей медсестры. Оценивались также девиз, эмблема и внешний вид участников. Благодаря вашему каждодневному труду сегодня у нас есть возможность вместе собраться в этом зале. Вместе мы все победили пандемию, по крайней мере, на этот период. Я вам всем очень благодарен. А сегодня, сегодня традиционный наш конкурс. Я же желаю победы всем вам. Подготовка – это самая приятная часть всего мероприятия, потому что все это под хохот сотрудников, под дружные пляски, совместные обеды. Это не может не радовать. Естественно, какое-то сплочение чувствуется, дружелюбные отношения проявляются вдвойне. Поэтому у нас очень весело проходило все. Что пожелаете участникам? Всем удачи. Пусть победит сильнейший. Но мы тоже рассчитываем на победу. Все проходило в юмористичном стиле. Болельщики поддерживали своих коллег. Анжелика Григорьева 38 лет работает медсестрой Республиканской стоматологической поликлиники и верна своей профессии. Ежегодно участвует в различных конкурсах. И говорит, этот драйв позволяет только лишь молодеть. А Республике своей желает процветания. Для меня это как вызов. Я прожила в нашем городе, в нашей Республике 56 лет. Я люблю Республику, я люблю свой город. Ну, любого спросите, кто не любит. Наши реки, озера чистейшие, нашу прекрасную зелень, наш Донбай. Я хочу пожелать жителям Республики мирного неба. Я хочу пожелать жителям Республики братского отношения. Я хочу пожелать, чтобы всегда среди наших людей дух интернационализма вот процветал. И мы любили всегда всех жителей. А так оно и есть, чтобы ничего не изменилось. По результатам конкурса победу одержал лечебно-реабилитационный центр. Второе место разделили между собой Карачаевская ЦРБ и стоматологическая поликлиника Черкеска. Почетное третье место досталось Малокарачаевской больнице и Республиканской клинической больнице. Всем победителям вручили дипломы, кубки, денежные призы. Участники получили массу позитивных эмоций и незабываемых впечатлений. Альбина Курочинова, Кенжева, Ислам Урумов. Вести. Карачаева, Черкесия. И сегодня одна из участниц конкурса «Мы молодые в 100 лет» гость нашей программы – медицинская сестра Республиканской стоматологической поликлиники Анжелика Григорьева. Доброе утро, Анжелика! Приятно видеть вас этим утром у нас в гостях. Анжелика, вот только что мы посмотрели репортаж с конкурса. И вот я сделала такой вывод, что наши медицинские работники не только лечат людей, но еще и выступают вот так великолепно на сцене. Спасибо большое. Я думаю, что замечательное мероприятие провели в год 100-летия Карачаева-Черкесии. Вот чья была идея среди медицинских организаций провести вот такой замечательный конкурс под названием «Мы молоды и в 100 лет». Вы знаете, я так думаю, что это руководство наше, Минздрав, и же с ними. Потому что уже по факту нам сказали, что есть такая прекрасная идея. Вам сообщили, что будет проводиться конкурс. Конкурс. И самые талантливые в лице Анжелики Григорьевой, представляющей нашу республиканскую стоматологическую поликлинику, изъявили желание. Да. Так. Я думаю, что у вас много там творческих-то работников. Много, да. Мы всегда участвуем, и у нас есть уже определенные люди, которые готовы. Но в этом году была приятно, я сама удивлена, что состав был абсолютно новый. И все справились. Именно представляющий вашу стоматологию, да? Именно вот команда. Я обычно делаю, ну как сказать, самовозглашенный режиссер, постановщик. И вот у нас стоматология на конкурсе медработников. У нас же бывают конкурсы между медучреждениями. И вот этот состав был почти новый. Так, вы не только хорошо лечите зубы, да? Делаете голливудские улыбки, но еще великолепно поете и танцуете. Да, спасибо. Я просто была поражена. Насколько такой творческий потенциал вашей-то поликлиники. Да. Ну, пришла ты к нам не с пустыми руками. Замечательный кубок. Лучшему артисту в конкурсе «Мы молодые в 100 лет». Анжелика. Это вот боевой трофей такой, да? Мне он двойне приятен. Знаете, по какой причине? Но это не секрет для моих коллег, друзей, сотрудников стоматологии. Я же всегда хотела быть актрисой. С детства мечтала. В драмкружок ходила. Мамочка не пустила меня. Поступать я хотела поступить в Санкт-Петербурге. Театральное, да? Театральное, да. Она сказала, Анжелика, иди учись на медсестру, укол сделаешь, уже не голодная. Тогда были такие времена. Потому что профессия актрисы, артиста вообще, она же зависима. Вот. А в душе-то я осталась актрисой. И я вот, когда получила это, это вдвойне мне приятно. Знаете, сбылась моя мечта детская. Ну, я думаю, что быть медицинским работником, наверное, это все же призвание. Все же, наверное, Анжелика, была у вас какая-то мечта стать не только актрисой, но и пойти в другом направлении, стать вот все-таки медицинским работником. Может, обычно девочки в куклы играют, лечат кукол, и потом отсюда все дальше идет. Знаешь, Светочка, не скажу, что я мечтала быть медработником. И когда, вот вы сказали правильно, что когда девочки играли, там кого-то лечат, наряжают или шьют, я всегда включала радио и пела под Лилию Бачаеву ее распевку. Такая песенка у меня была такая, знаете. Я постоянно пела и представляла, что я на сцене песни пою. Но когда я поступила в медучилище, потом проучилась, у нас были прекрасные преподаватели. И в душе я сама по себе человек такой, не хочу себя хвалить, но сострадательный. Вот, наверное, это и сыграло роль, что вот к этому прибавилось то, что я хочу, я хочу работать, я хочу помогать людям. Но не просто помогать, а еще привносить радость. И когда у меня в кабинете больные, вот много лет ходят к нам в кабинету, лечат зубы, и когда немножко там не комментирую, молчу, они говорят, что-то вы сегодня молчаливы, Анжелика Вячеславовна. Так что обычно вот поход к стоматологу очень такой-то долгий, да, долго люди собираются, да, волнение. Я думаю, можно пойти к стоматологу, там еще вам и песню споют, да, и поддержат всячески. Поддержу всегда, поддержу. Наша встреча проходит в преддверии Дня медицинского работника. Вот в это воскресенье все медицинские работники будут принимать поздравления с профессиональным праздником. Вот у вас в стоматологии есть ли традиция, как вы отмечаете этот день? У нас всегда, вот перед тем, как вот в воскресенье День медицинского работника, в пятницу у нас торжественное собрание. Это у нас традиция. Нас поздравляет руководство, отмечает лучших, при этом оговаривая, что мы все лучшие. И это дорогого стоит. Но чтобы человек еще старался быть лучше, они, конечно, делают такой жест, как материальная заинтересованность, примируют, дарят грамоты, устраивают концерты, дарят цветы. Это праздник. Это наш семейный праздник. Это не праздник какого-то, знаете, такой безликий. Это семейный праздник. Мы поощряем лучших, мы хвалим наши, ну, мы говорим о своих достижениях за год. Мне нравится. Я 38 лет работаю в стоматологии и хочу поработать еще как можно дольше. Приносить пользу людям. Анжелика, вы и окончили этот наш медколледж. Да, медучилище. Тогда было медучилище. Это еще в советское время. Лариса Харитоновна была. Пошли в республиканскую стоматологию, да? Ну, может, тогда она по-другому называлась в то время. Областная стоматологическая поликлиника. И по сей день? Работаю. Да, трудитесь в одном месте. Ну, я знаю, что да, у вас вот все медработники такие и поющие, и танцующие. Да. Вы активно проводите у себя там даже в стоматологии мероприятия, все праздники. На праздники даже по кабинетам разыгрываем конкурсы. Слушайте, ну, это просто замечательно. Просто замечательно, что вот медики, они еще как бы и обладают творческими способностями, да? И вот этот конкурс показал, что показал позитив. И также зрителями были, наверное, и студенты, которые, глядя на вас, да, учились у вас, что нужно людям как бы не только там давать пилюли, да, делать укольчики там, ставить правильный диагноз, но и как бы подбодрить, да, подбодрить человека своим настроением хорошим, да? Конечно, конечно, Светочка. Ну, медработник, он же как, это лекарь души. Это ж не просто человек пришел, удалил свою зубную боль, или неважно какую, и ушел. Человек приходит за состраданием, за понятием, что ему плохо, ему больно, а ты должен его подбодрить. А когда он еще приходит, и там какие-то идут конкурсы, концерты по кабинетам, они вообще думают, боже, да это ж такие люди. Человек приходит и говорит, я так боюсь зубов, боюсь лечить зубы, а я говорю, не переживайте, я сама такая, не переживайте. Так что, зайдя к вам в поликлинику, думаешь, ты в театр попал или все-таки в стоматологическую клинику? Это очень отрадно, у вас очень позитивная атмосфера. Все, кстати, улыбаются, все улыбчивые. Анжелика, ну, возвращаясь к конкурсу, вот я думаю, что там много было талантливых участников, да? Да. Но все-таки как вам удалось покорить, наверное, жюри в первую очередь? Вы, наверное, взяли своим талантом. Я знаю, что вы пели частушки, да? Что еще там было? Мы пели частушки, мы показывали сценку. Что повлияло на решение дать мне эту высокую награду, этот приз? Я не знаю, может, мое обаяние, может, мое желание победить. Потому что я никогда не берусь за проигрышный какой-то этот проект. Я всегда говорю, я перфекционист, или хорошо, или никак. Да, были достойные соперники. Первое место получила медсанчасти. Малокарачаевский район, прекрасно выступили. Джигута, они всегда очень хорошо выступают. Я вложила душу вот в это выступление. Мне было приятно. Во-первых, столетие Карачаева-Черкесии. Это такая дата. Мы родились здесь, мы выросли. Мне очень радостно было участвовать в этом проекте. Плюс еще, что за тобой целая стоматологическая поликлиника. За тобой такое большое количество людей, которые в тебя верят, которые надеются. Все-таки такое емкое название. Мы молоды и в сто лет. Получается, и в сто лет, да, можно поднять свой боевой дух. Можно. И петь, и танцевать, да. И нужно, да. И нужно. Да. Анжелика, вот через несколько дней, День медицинского работника, хочется от вас услышать поздравления, наверное, своим коллегам. Вот что бы вы пожелали в преддверии профессионального праздника? Я желаю своим коллегам быть здоровыми, быть счастливыми, работать не по принуждению. Не потому, что нету где-то, сейчас трудно куда-то устроиться, а работать потому, что хочется работать именно в сфере медицины. И я хочу, чтобы мои коллеги были самые-самые счастливые. Потому что это очень тяжелый труд, работа с людьми. Работа с людьми вообще тяжело, а работа с больными людьми – это тяжело вдвойне. Коронавирус, он вообще дал какое-то переосмысление. Все совсем по-другому видится и смотрится. Мы столкнулись с такой большой бедой. Мы справились, мы выстояли, я имею в виду все медработники, все медики. Скажу от себя лично, всех, кто работал в этой сфере, не покладая, как говорится, рук и ног. Это герои нашего времени. Я ко всем хочу обратиться. Спасибо за предоставленную возможность. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто работал в это время и лечил, в том числе и меня. Большая им, большая им благодарность от меня лично. Еще хочу пожелать и коллегам, и жителям нашей Карачао-Черкесии, великолепной нашей республики, самой лучшей, самой красивой, мира, здоровья и добра. И пускай наши люди никогда не будут разделены. Мы так любим друг друга. Мы когда последний конкурс проходил, вот этот, где я получила награду, там играли песни и абазинские, и черкесские, и карачаевские, и русские частушки. Это так было отрадно видеть, когда все хлопали, танцевали, подпевали. Мы семья. У нас много, мы многонациональная республика, но мы единоцелые. И это очень греет душу и радует. Да, это так. Анжелика, я также от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы творите добро. Спасибо. Вы делаете великое дело. Так что люди в белых халатах всегда были на высоте, всегда ценились. Конечно, здоровья крепкого, терпения вам и удачи. Всего самого хорошего в этот день. Спасибо, что этим утром вы были с нами. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Была очень рада посетить вашу прекраснейшую студию. Спасибо. А мы продолжаем нашу программу. Молодая гвардия юных экологов республики встает на защиту природы. И теперь они опираются не только на основополагающие принципы зеленых, но и на подкрепленные академические знания. Багаж знаний они пополняют на кафедре «Лесное дело» на базе Северокавказской государственной академии. С буднями зеленых активистов, сделавших выбор в пользу природы, познакомилась Фатима Даурова. Кафедра «Лесное дело» сравнительно очень молодая. Она официально была образована в апреле этого года при реорганизации кафедры «Агрономия и лесное дело», за плечами которой многолетнее обучение и подготовка профессиональных кадров в области агроинженерии, производства и переработки сельхозпродукции лесного дела. Направление по лесному делу было решено обособить и сделать отдельной единицей обучения в связи с большим спросом на специалистов этого направления. Наш ректор Руслан Махарович Качкаров посчитал, что это достаточно перспективное направление, так как у нас 30% площади республики находится под лесами. Это особо охраняемые природные территории, но тем не менее актуальность этого направления подготовки только усиливается. Республика может похвастаться лесами. У нас разные типы лесов есть, направление это востребовано. Наши выпускники находят себя, они при должностях уже первые выпуски ребят, они общаются с ними, и достаточно им интересно, и это их привлекает. Преподавание дисциплин на кафедре осуществляется силами профессоров и доцентов. К образовательному процессу привлекаются также работники предприятий и организации лесного комплекса, что увеличивает тягу к учебе не только теоретической, но и практической. В настоящее время здесь обучаются более 200 студентов, из которых в этом году выпускаются 27 молодых специалистов. Вообще изначально для меня лесное дело это было делом для души, но после обучения, после двух лет обучения на этом курсе, то я поняла, что я была бы не против создать свою жизнь уже с этой профессией. Меня увлекает природа растений и леса. Хочется изучить, чтобы как-то поддерживать экологию в республике. Каждое лето, когда наступает время практических исследований, студенты к кафедре отправляются в горы и леса. Базой подготовки и научных исследований является Урубский лесхоз. Ребята запасаются знаниями, собирают и изучают растения, делают гербарии. Помимо учебного процесса, зеленых активистов увлекает и волонтерская работа. Они в первых рядах среди тех, кто принимает участие в вовсе возможных экологических акциях, проводимых на территории республики. Например, свой след в истории родной Карачаева-Черкесии они оставили вместе с сотнями земляков, высадив геоглиф в честь 100-летия республики. Так как у нас направление подготовки лесное дело, мы считаем своей обязанностью присутствовать на таком торжественном огромном мероприятии и принять участие в высадке деревьев на геоглифе. 100 лет Карачаево-Черкесской республики в этом году исполняется. Принять участие в таком огромном масштабном мероприятии, плюс еще высадка деревьев, то, что соответствует моей специальности, это полезно с приятным совместить и быть частичкой этого большого торжества. Кафедра поддерживает тесные связи с Министерством природных ресурсов и экологией Карачаево-Черкесии, Тибердинским национальным парком со Всероссийской организацией «Рослесинфорг», специализирующей на комплексном решении лесоучетных работ. И все они ждут молодых специалистов лесного дела к себе в кадре. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево-Черкесия. Субтитры создавал DimaTorzok